Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено распаковке коробочки с ифраше. Как бы так сказать, добрый саморекянин, верящий в великую Лёньку, решил сделать заказ, вообще решила сделать заказ на моё имя и на мой адрес. За что большое, огромное спасибо подписчице Елене. Ой, блин, сейчас я её как-нибудь подниму и буду вскрывать. Ну, опустим подробности того, что в углич доставки с ПСР, хоть вы как убейтесь эту дату выбирать, всё равно доставляется по четвергам. И без разницы, какое время вы поставите, всё равно оно доставится как им вот угодно. А ещё такой момент, что если человеку подниматься лень, а им стабильно лень. Очень редко, когда человек придёт какой-нибудь нормальный и поднимется, и отдаст, и всё такое. И ещё не будет торопить, что ты не успела расписаться. То вам, скорее всего, позвонят на телефончик и скажут, знаете, типа у вас домофон не работает, мы типа тут вас внизу подождём, и вы спускаетесь вниз, слегка одев куртяжку такую, в которой обычно осенью ходите, да? А там вообще нахрен никого. И я пока собиралась по телефону позвонить, думаю, ну что за прикол, может он-то вообще адресом ошибся. А человек сидит в себе в машинке, без всяких опознавательных знаков, а потом выносит тебе коробочку. Это вот такой у нас филиал СПСР. Причём он не меняется вообще. Я вот раньше делала с доставкой на дом, оплачивала заказ Яндексом, когда там Яндекс ещё юзался на Ифроше. И, соответственно, всегда по четвергам. Правда, в этот раз они вообще не звонили, пришла только утром СМС, как ожидайте ваш заказик. Я думала, что если в 9 утра ожидайте ваш заказик пришло, то в течение получаса он придёт, ни хрена. Сейчас с чем-то он пришёл. Раньше звонили, в Автомик она им доставлялась, а без разницы, в какое время вы заказ сделали в Автомик, стабильно доставлялась. А иногда 10 дней приходилось ждать, чтобы в Автомик доставилась. В среду вам названивали, в четверг её уже доставляли. Но, с другой стороны, это лучше, чем торчать на почте, чёрт и сколько времени. Ждать бумажку от почты, которая не всегда припоет эта бумажка. Потому что у нас был один период, когда людям было тупо лень разносить эти бумажки, они где-то выкидывали. Так, у меня тут огромная такая списка литературы. Да, это из всего, что... Ну, мне, конечно, было интересно, чё там, чё там. Но мне сказали, что там так вот это расплывчато. Это новогодняя коллекция. Во, у меня тут, значит, ну, помимо этой бумажки, я думаю, вам не надо эту бумажку читать. Всё равно там мелко. Я пока свои мозги с глазами сконцентрирую, время пройдёт. Вот тут вот такая замечательная косметичка. Очень классная. Потому что вот у меня была подобная косметичка, правда, с ручками от Гринмамы. И она за давностью лет, в этом году, летом, приказала долго жить. У неё там вот где вот это вот присобачивается, порвалося. Хотя она у меня ещё висит, но мне тут пожалко вытянуть. Это у нас косметичка. 19 на 14,5,5. Косметичка прямоугольная. Причём, прикиньте, вот так вот захреначено. У меня ни разу вообще такое не видела, чтобы вот так вот было захреначено. Я надеюсь, у меня тут никакой ноготь не смазался. Я сейчас минут 30 истратила вот на это вот. Вот это вот. Пришла к выводу, как сделать красивый мейкап для ногтей, в смысле маникюр. Если у вас там этот какой-то лак на каких-то ногтях тупо стёрся ещё до того, как вы его смыли, или просто ещё смазался, можно его стереть и добавить какого-нибудь другого. Правда, я чё-то думала, что у меня и этот топалец стёртый. Оказалось, нет. В общем, тут у меня фаберликовский лак какой-то от Алёнки и ещё этот от Насти с зарезкой такой пахнущей, вкусняшной какой-то клубничкой, кажется. Правда, коту по запаху он не понравился. Так, вот такая вот косметичка. Крутая вообще. У меня ещё эта гринмамовская чуть побольше стоит. Там вот сбоку в каком-то там видосе, какой-то был обзор, где я там косметику что ли храню. И вот у меня она сбоку так справа по кусту на столе компьютерном так и стоит. Со всякими этими самыми прикольными. Спасибочки. По-моему, я её уже измазала каким-то лаком и, конечно же, его слегка стёрла. Ну, дохрен с ним. Я думаю, вы мне простите этот косяк, не вставать же это, не стирать заново, не мажут. Всё равно я потом куда-то пойду и, как бы это, буду, скорее всего его стирать. Может быть, чем-то намажусь, а может нет. Так, соэликсир, этот самый, сенсуэль, пробничок. По-моему, это тот, который мне нравится. Я всё время путаю. Мне вообще этот соэликсир, эликсир этой самой чувственности всегда напоминал, хочется сказать, дихлофот. Голову прошло. На самом деле, этот пластилин, а вот какой-то из них он сочетал себе реснуар, ваниль и сам по себе этот пластилин. И в сочетании со всем этот пластилин, пах очень даже не пластилиново. Так, тут у меня, у меня на самом деле, кстати, есть какие-то ещё давно-давно, когда в один сомали, в 2012 году это занималось и фраше для себя, и того парня, в смысле той же и в основном. Я заказывала какие-то такие, у меня была золотистая, серебристая и красная бумажки, чтобы подарки заворачивать. Фрашефские. Вот тут что-то такое. Что это такое? Коробка белая, одна штука. А, это под подарочек. Можно будет это зафигачить. Спасибо. Ирия. Ух ты, тут что-то, слушайте, тут столько пробников положили. Обычно же выбираешь, там только три пробника может быть. Вот тут свой эликсир пюрпуль. Может, это тот, который мне нравится, или это, не знаю. В общем, тут два эликсира, уж не вскрывать я их сейчас не буду, я их потом занюхаю. Вспомню, какой из них какой, а потом разворюсь и куплю себе этот, полноценный флакон опять. Я тогда, помню, набор покупала, у меня был, по-моему, 30 мл и гель для душа 200 или 50 мл воды, не помню. Так, моменты счастья, задарю кому-нибудь. Мой любимый Эвиденс, он у меня в двух вариантах, совсем такой конкретный, духи и парфюмерная вода. Так, второй вот такой, я, кстати, тут так еще и не занюхала. А сегодня тогда занюхаю, это этот самый, может, даже подушусь перед выходом на улицу, именно им. Тогда я вообще сделала какую-то покупку в офлайнерском магазине, и мне такую слуху дали. Сейчас я зимую, извиняюсь. У нас тут такая погода, что я вот спать постоянно хочется. Так, утро в саду. Что это у нас вообще? Это лилия, лилия, это не лилия. Лилия, это у нас ландыш. Утро в саду ландыш. Сколько тут этих пробников-то, е-мое. Еще одна коробочка. Красненькая. Коробка одна штука. Так. И тут я добралась, а ух ты! Самое интересное, меня, с одной стороны, задушила жаба, потому что мне вообще пришел такой бланк, этот, или, ну, и на Новый год, там можно выбрать, было, какой-то набор, покупаешь, значит, гель, и там мочалочка в завесах. И сначала я себе выбрала всего дофига, а потом меня задушила жаба. Красная мочалка хлопковая, одну можно будет кому-нибудь задавить, одну себе оставлю. Так, 100% хлопок. Я ее еще открою, мне интересно, потому что там она выглядела на картинке, как вот эти шариками такие, которые я люблю, такими шариками. А когда было написано, что это хлопок, я не могла понять, как она вообще тогда. Она реально такая вот эта, слушайте, она как полотенчика, связанная веревочкой и повешенная на вешалочку. Ну, в смысле, на вот такую вязочку. Прям бантик. Прикольно, надо будет заюзать. Не буду сейчас убирать, а то совсем ногти смажутся. Хотя, по-моему, у меня смазался только частично один. Значит, успел все-таки остальное досохнуть. Так, вторая. Во, я его очень хотела. Так, это ведь тот, который я хотела, да? Мандарин и кедр. Слушайте, я именно мыло хотела вот этот, мандарин и кедр, это вообще. Так, сейчас там еще что-то вроде такое, я его вскрою. Вот это пока не буду вскрывать, но я его поставлю в ванну. Так, а вот это я вскрою. Вот оно, кстати, вот иногда вот эти вот туго открываются. У меня потом пустая баночка будет, один гель для душа и фрошерский, я там на него пожалуюсь. Потому что, когда не могу, нет силы открыть, а по времени времени мало, надо побыстрее помыться, там поесть, собраться и пилить куда-то. Я откручиваю крышечку. И из того, что крышечку откручиваю, меня в два раза больше, если не в три, выливается. В результате вот у меня там сейчас стоит такой гель, фрошерский, грейдфруты, что-то там, и тимьян, по-моему. У меня уже половина использована, хотя вот там вот столько вылилось, оно бы мне разу на три, наверное, хватило. Вот здесь еще нормально открывается. Ну, в смысле, как бы тяжело, но не настолько, что совсем силы нет. Вот по мне пахнет мандарином и чем-то еще, ну, я не знаю, тимьян, не тимьян, кедр, как кедр пахнет. Но как-то вот... Даже каким-то таким вот апельсином, который иногда бывает в лекарствах и конфетах. Такой интересный аромат, не знаю, как душу будет открываться. Так, кстати, вот под контролем в Франции, то бишь сделаны в рашке. Мне кажется, вот именно вот такого формата они все сделаны в рашке. А это где? И это в рашке. После 12 месяцев он закончит свой срок годности, в смысле жизни. Тут точно так же. Ну, в смысле, после 12 месяцев сцветия. Так, тут у меня... Это у меня, ох ты! Это у меня этот такой вот, да? Предназначен только для наружного применения. Неужели это кто-то жрать пытался? Так, это что у нас такое? Да, это вот этот самый мандаринный кедр-крем для рук. У меня кремов для рук дофига, но я люблю вот такие фаршарские ароматы для рук. Вот я даже его заюзаю первым, после того, как у меня там закончится этот салазливский. Так, а теперь пошла вот эта штука. Слушайте, она такая прикольная по цвету. Вот на картинке я так не выглядела. И на сайте. Она даже на какую-то еду смахивает. Не, я поела. Обычно у меня подруга считает, что если Люля говорит про еду, значит, Люля хочет есть. Но я как бы это пообедала. Имитированная коллекция герд для душа и ванны, снежная ваниль. Сидит так, дыхает. Наркоман такой бен. Очень, короче, очень нежная такая ваниль. Вот у них есть бургонская ваниль. Еще какая-то ваниль. Вот эта, в общем, она понежнее, чем те ванили. Клево. И оно похоже на что-то очень вкусное. Я вчера, короче, у меня было мороженое в морозилке. Я думала, что я его достала. И, ну, как раз у меня еду смонтировался, вот предыдущий. И, значит, это. Я думала, что я его достала, забыла. Думаю, блин, достала, забыла. Оно, наверное, растаяло. Прихожу на кухню, вся такая встревоженная. А оно у меня в морозильнике так лежит. Ну, так как я его собиралась лопать, в результате я его где-то около двух ночи скомячила. Так, и тут вот этот. Ух ты, у меня еще второй этот жидкий мыл для рук. А какой из них? Ладно, я решу, какой из них вскрыть. Ну, что у меня один жидкий мыл еще не достал. Я его поставила в полочку запасливую. А куда именно конкретно? Это, в общем, надо сначала все достать, чтобы достать то мыло. По ходу дела. Это от пищи целерки было. Мыло это зелененькое. Ну, которое я сама хотела. Это и он там с этим, с цитрусом. А на кухне у меня сейчас стоит жидкое мыло, которое, в общем, это... Я туда пену для ванны наливаю. У меня там флакон остался, у которого написано после 12 месяцев вскрытия. Типа, не юзать больше, а он у меня, по-моему, больше, чем 12 месяцев вскрытия. Ну, не знаю, он как пах розы, так и пахнет. Во-первых, я его как пену для ванны юзала, во-вторых, как гель для душа юзала, потому что он офигенно пахнет. А в-третьих, ну, розы пахнет. Я еще как жидкая мыло его юзала. Так, какая-то маленькая хренатенька. Сейчас узнаю, что за хренатенька. Растительный уход для волос. Маска экспресс. Ой, мне у них раньше нравились такие экспресс-маски. Ну, в смысле, не такие, а вообще экспресс-маски. Я-то специально какие-то наборы заказывала. В общем, я ее завезу, конечно же, с удовольствием. Ничего мне так все девается, е-бое. Все у нас тут. А у нас тут. Это самое, как ее там. Ну, зачем вот они так сделали? Прозрачный флакон. Ближе к прозрачному. Красный, значит, гель. И вот прозрачная такая бумажка, и на ней черным цветом нашпигована. Вот типа это. Прочитай, очкарик называется. Только под определенным углом видно. Гель для душа и ванны. Зимние ягоды. Мне кажется, у них уже были, точнее, у них точно были какие-то зимние ягоды. Правда, в другом дизайне. Я вот не знаю, это все те же самые. Или другие уже. Пахнет, знаете, чем? Вот если кто застал, у них там была такая серия ягоды в золоте или что-то такое. Вот той красненькой вариацией ягод в золоте пахнет. Но на самом деле очень вкусно пахнет. Я к тому, что, мне кажется, у них какие-то вот эти новинки. Это вот то, что у них уже было, только в другом дизайне. Заюзаю с удовольствием. Что ж, по-моему, это развивалось в России под контролем Франции. Так, это что у нас такое? Это ванилька. Молочко для тела. Сладкая ваниль. Вот это. Нахрена я его вкрываю? Я же уже нюхала, да? Я его попробую. У меня стоит какое-то сейчас открытое молочко. Уже давно все еще никак не идет. Хотя вроде вкусно пахнет. Летом не шло. Воротила от запаха зимой пару раз. Не зимой, сейчас же зимы еще нет. Ну вот сейчас вот этот дубак, который до улицы снега, вроде как зима. Осенний дубак. Я из-за этого дубака осеннего, иногда в октябре даже думала, что уже зима. Так вот это путалось слегка. В общем, там аромат какой-то такой, вроде как теплый согревающий. Но что-то он у меня не идет. А вот этот я попробую. Чисто вот интереса ради. Потому что у них схожие ароматы. Но этот более нет. Так. Что у меня тут? Красненький крем для рук. С этими зимними ягодами. Я не буду его вскрывать пока еще. Но я его тоже сама заюзаю. Я еще хотела тогда на подарки заказать кремом для рук. Ну там этим родне, так это близко мелко знакомым. Обычно я так делала, зарила их расческие крема для рук. А потом что-то так это... Задушила меня жаба. Вообще. Окутайте себя сказочным ароматом снежной ванили. Окутаем, окутаем. Тут вам птичка нарисована. Так. Еще красненькая мыльца у меня тут. Еще одна. Так, а у меня там два мыльца? А нет, это гелик. Ой, так у меня, значит, белая мыльца, гелик и молочко. Красная мыльца, гелик и крем для рук. И еще крем для рук другой серии. И еще гелик мыльца и этот крем для рук. Еще одна этой единички. Прелесть-то какая, слушайте. Еще маленький гелик этого самого, олива и пятиглен. Кстати, мне тоже очень он нравится. Это олива и пятиглен. Так, гель для ванны и душа. Ой, я поняла, где наклейка есть, то оно сделано во Франции. Это, наверное, тот, который вот этот, 200 мл в полноценном флаконе. Потому что, по-моему, у них 200 мл были сделаны во Франции, а которые пошили такой флакончик 400, они были уже не во Франции. Так, и еще у нас тут. Что-то у нас тут такое. Маленькая какая-то хренатинька. Сиром вежиталии, естественное сияние, ночной уход, маска, от морщин для выравнивания поверхности кожи лица на 7 мл. Попробую, кстати, эту маску от выравнивания кожи. Прикольно просто. Мне вообще у них нравятся вот эти маленькие минки-кремиков. У меня такой был там 7, что ли, мл, или сколько-то, или 10 мл было, уж не помню. Но его надолго, хватило месяца на 4, если не больше, может, даже на 5. Потому что как-то это, меняете крема, а тут 7 мл. Для морщин лица как-то медленно расходуется. Так, ну и тут бумажка. Еще одна коробочка закатала. У меня почему-то грызет эти коробочки. Вот такие вот. У меня тут стоит одна коробочка от подписчика, значит, почтовая. Из-под посылки. И он ее так, царапает и грызет. Чего, ему не хватает. То ли он так играется с ней. Еще иногда так, я вроде засыпать собираюсь, уже практически сплю, слышу такие звуки. На всю тихую тишину, блин. Как специально. Курел такой. Так. В общем, вот такой у меня был обзор. Такой классной и фрашерской посылки на имя меня. Я еще когда получила смс-ку, значит, ну, значит, мне приходится смс-ка, типа, ваш заказ, а ты фрашер, значит, доставлен, там, это, туда-то, туда-то, ждите, тогда-то, тогда-то, типа, доставку. Сижу так охреневая, думаю, вроде ничего не заказывала. Может, галюн какой. Потому что было как-то во фрашер, мне пришла нам информация о том, что они отправили на мое имя. Только хрен знает, в какой вообще город, с хрен знает, каким даже этим, не знаю, адресом, посылку. Я им писала тогда, они, ой, знаете, мы случайно ваш номер кому-то там передали. Это хренело. И из вредности у них два месяца ничего не заказывала. Ну, это, я решила, что опять какой-то такой этот прикол. Ну, он написал, у меня так как человек мой номер брал, то я, значит, написала человеку, говорю, это, ну, думаю, может, это я не совсем, слегка параноик, может, это что-то такое. Хорошая, оказалось, что-то такое хорошее, уж очень такое хорошее. Да, вот это, как простудиться, сидя дома, точнее, спя дома, если сильный ветер, ваши окна. Лёля, хороший пример. В общем, всем спасибо за просмотр, всем отличного такого настроения. И до новых встреч. Пока.